Ленинский районный суд продолжил рассматривать дело над дайдаровцами. Как и на прошлом заседании, возле зала выстроился кордон из силовиков, которые в привычной форме не впускали ни прессу, ни общественников. Открыто, но с разрешения суда я впускаю. А, почему? Если открыто я впускаю, я делаю всё по разрешению суда. Разрешение суда не требуется по законодательству. Мы не врага присутствовать здесь, как пресса. Спустя полчаса силовики, журналистов и активистов в зал всё-таки впустили. Заседание началось с исполнения гимна. Дружку и тело мы положим за нашу свободу. И покажем, что мы гратья Козацького роду. Слава! Слава натий! Слава натий! Слава натий! Слава натий! Украина! 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 На скамье подсудимых 10 айдаровцев. Их обвиняют в серии преступлений, совершенных в 2014 году на территории Луганской области. В частности, их подозревают в разбойных нападениях, похищении людей, угонах транспортных средств. Двое из них обвиняются в совершении убийств троих граждан Украины. Причем, уверяет гособвинение, организатор преступной группы ранее был неоднократно судим. Тем не менее, только один из подозреваемых признает свою вину. Правда, частично. Примечательно и то, что он на день находится под домашним арестом. Вы знаете, что он на ночь живет? Это то, что он на акту. Там я знаю честное. Вы знаете, что он на ночь живет? Какие честные ночь живет? Ну, я думаю, что он на ночь живет. Другие девять айдаровцев свою вину категорически отрицают. Более того, рассказывают, задерживали их с многочисленными нарушениями. Да еще и избивали. Вот выкрали тоже. Попросили пройти в милицию, там, в Старобельске. В двери зашел, сзади мешок на голову водили, кайданы и на руки, и на ручники. И вот четырех нас привезли прям. Всю нож везли, всю нож били. Это батальон торнадо, по-моему. Рота торнадо. Так нас привезли с 6-го числа арестовали, а в СИЗО привезли с 13-го. Где они нас и в моргу спали, в Варкове нам показывали, что мы будем такие, как вот там в моргу лежат. Знаете, ну, в общем, котувалы, если так можно сказать. Вот, зубы повыбивали, там, все подбирали. Ну, в общем, такое. Раздели до головы. Несколько раз активисты прерывали ход слушаний криками, не соглашаясь с позицией судей. Кто-то сказал. Димки, кто-то сказал. Кто-то сказал. А что вы нас сказали? Мы сказали. Кто-то сказал, поднимай. Питерами, кто-то сказал. Димка сказала. Другие, может, сидит. Димка сказала. А мы, посмотри на руках. А мы, трюмаем. Кто-то сказал. Мы солидарны с нами. Между тем, прокуратура в зале суда ходатайствовала о продлении ареста и попросила для обвиняемых еще два месяца в СИЗО. Коллегия судей выслушала и мнение адвокатов обвиняемых. А вскоре был объявлен перерыв для рассмотрения этого вопроса. Посовещавшись, решили. Коллегия судей вважает, что нахидно продолжить строк терманики, прессу обвиняемых. Враховавший тысячи строк терманики, прессу обвиняемых. Недовольные таким решением судьи, общественники перервали заседание. «Гальба! Гальба вам! Гальба вам! Вынесу!» Более того, досталось и прокурору. Теперь гособвинение намерено добиваться того, чтобы процесс рассмотрения этого дела был закрытым. Инна Степанишина, Михаил Воронков, Агентство телевидения новости.